так ну еще раз все хочу поприветствовать всем добрый вечер меня зовут дмитрий чернов и сегодня у нас будет практическая демонстрация новых возможностей 16 сервера а именно я постараюсь живую не без всяких там как это всегда иногда бывает в других обрезки монтаж и так далее в живую показать то что из себя представляет наносервер никаких презентаций не будет никаких теорий не будет будет живая демонстрация что собственно я покажу ну и давайте немножко расскажу о том что у меня есть и потом плавненько передам демонстрации у меня стоит здесь 16 сервер ну в данной ситуации это technical preview 5 вот сейчас даже могу так показать на базе него установлен hyperv внутри которого пока создана только одна виртуальная машина которая называется dc1 это контроллер домена домена адату какой у меня план собственно да это показать каким образом создается наносервер именно создается потому что она сервер не устанавливается классическом понимании как это мы привыкли там windows 10 или там более ранний продукт или windows сервер создается он заранее заданными характеристиками теме которые вы хотите видеть своем продукте на базе этого созданного сервера я создам виртуальной машины в количестве двух штук а вот объединю все это в кластер создадим кластер файлового сервера ну и потом посмотрим насколько он хорошо работает или не очень хорошо работает опять же прежде чем я начну все это собирать несколько тоже комментариев на рассмотрите для того чтобы подготовиться это кто за затем захочет воспроизвести все то что я буду показывать дистрибутив смонтированный в виде диска скопирована директория которая называется наносервер но на самом деле все директории копировать нет необходимости достаточно скопировать в рамках этой директории вы вот эти файлики создавать формировать образ наносервера мы ну имеем пока такую возможность только через powershell что будет в релизе что будет впоследствии не знаю может быть появится какой-то windows интерфейс который позволит вам все это формировать создавать делать ну пока она есть как есть я эти три файлика скопировал в каталог на диске c наносервер вот здесь файлов больше естественно потому что заранее подготовил некоторые скриптики для того чтобы опять же ускорить процесс формирования для демонстрации более комфортно и и будем использовать как хранилище временное для создания наносерверов а дальнейшей демонстрации ну собственно я буду по ходу уже объяснять первое что я буду делать это в рамках контролера домена используя опять же технологию которая появилась на самом деле достаточно давно оффлайновое присоединение к домену используют или тут джоин я создаю в рамках актив директоре домена адатом машину свр-1 и свр-2 это вот будущие наносервера дело в том что ну скажем так добавить классическим образом в домен машину как мы опять же это привыкли делать у вас не получится наносервер так не добавлять можно ему добавить в процессе создания я это покажу как сделать он конечно этот вариант более простой можно машину добавить домен используя опять же утилит очку джоин создание сначала идет аккаунта потом непосредственно используя командную строку удаленно вы на наносервере запускаете и присоединяете ну если кто опять же был на курса как windows 7 можно это было сделать ну и соответственно я сейчас создаю запускаю эти две строчки для того чтобы создать два файлика вот они они будут созданы в той же директории вот здесь их пока нету которые последствия я задействую я здесь комментировать не буду командная строка она в данном случае старая тут ничего нового нету еще повторяющие с windows 7 все это запускаю первую и вторую созданы два файлика вот они которыми я буду пользоваться впоследствии следующее действие это уже непосредственно само создание наносервера первая команда это загрузка модуля загрузка модуля по работе с наносервером дело то что команд лет и powershell не интегрированы в операционную систему и модули по работе с наносервером необходимо загружать отдельно то есть еще раз с дистрибутива вы копируете указанные файлики затем и подгружаете импорт модуль стандартный команд лет и ссылочка на сам psm модуль затем идет командная строка ну здесь давайте немножко поясню собственно что происходит команд лет называется не у нано сервер имидж вот далее дипломент от есть есть еще один вариант это хост то есть наносервер можно поставить как виртуальную машину так и на хвост непосредственно далее у вас нет идет определение редакции стандарт или же дата центр место расположения носителя диск d эта ссылочка на то где у вас лежит ваш дистрибутив далее директория с которой мы будем работать куда будут складываться результаты это c наносервер но и созданная таргет пас это файлик vhd обращаю внимание либо это vhd x может быть какой мы получим по результату работы этого этого набора далее идет обязательные элементы которые указывают что вы хотите видеть в вашем сервере это storage компонент это значит файловый сервер будет кластеринг это значит там будет стоять компоненты кластеризации филовер кластеринг есть еще компоненты я специально даже подготовил вот здесь вот командочка для кого-то может быть знаком шоу команд команд лет который показывает это все более удобоваримом виде давайте наверно даже запущу где вы можете просто выбирать примеру если вы плохо знакомы с пауэршеллом вам пока тяжеловато с таком большим набором ключей вы можете вот как как я говорил хост гест выбирать то есть ставится ли машина на голое железо ставится ли это допустим виртуальным машинам гест и так далее стандарт это центр вот он кластеринг compute это хайпер в компонента если вы выберете compute то у вас вместе с теми компонентами которые вы помимо ее выбрали будет стоять еще и хайпер герой ну я сейчас cancel нажму ссылочка domain blog pass ссылочка на ранее созданный блок файл при добавлении к домену причем что здесь интересно на название машины вы задавать не будете вся информация будет взята отсюда то есть я когда использует команд лет нигде не указываю имя машин я не указываю в какой домен я добавляю этого не нужно команд лет далее продолжается командочкой не было ремонт менеджмент порт то есть удаленное управление активация ну и далее ну собственно хорошо понимаемые вещи такие как назначение и пи адреса и пи адрес в данном случае мне 12 172 16 12 можно не задавать тогда адрес будет получен поддержки адрес можно впоследствии поменять из консоли я сейчас покажу вот но для того чтобы время опять же сэкономить я это запускаю у нас идет формирование операционной системы и собственно как я уже говорил как непосредственно такой классической установки нет но тем не менее без пароля эта система не работает обязательно запрашивается пароль и идет создание bhd файла процесс не быстрый но с учетом того что он машин достаточно хорошая там стоит ssd-носитель она много времени займет сейчас дождем пока формируется могу еще прокомментировать по поводу того каким образом еще можно поставить понятно что в hd файл который мы получаем как результат работы если у нас есть голая машина голый сервер ну там достаточно сложновато ему прикрутить мы знаем что можно загружаться свечи файла вот но для того чтобы это сделать там уже загрузчик должен быть если он как-то должен там появиться есть достаточно интересный вариант установки этого сервера при помощи vds то есть windows deployment service вы тот файл который создается в hd размещайте на сервере vds из сервера vds по сети ставите операционную систему ставится очень быстро потому что дистрибутив сам не дистрибутив а в hd файл маленький но это уже на хостовую машину сейчас посмотрю работает пока опять же ставится если вы сервер ставите тоже прокомментирую если вы сервер ставите ну или планируете поставить на хост то там есть дополнительные ключи которые помогают вам допустим инжектировать туда необходимые драйвера так как на на сервере в основной идеей задача это минимизация кода исполняемого это уменьшение объема загружаемых компонент то конечно с драйверами там никак а если ваш сервер ну какой то там тем более новый современный с каким-то набором железа то вполне возможно у вас будут проблемы с дисковой подсистемы с сетевыми адаптерами или чем то еще вот есть ключики которые позволяют указав директорию подгрузить эти драйвера в процессе формирования вот этого hd файла тоже такая возможность есть создастся но придется потерпеть как я уже сказал все в живу идет если компоненту не указать потом ее вы не доставите то есть стандартными уже windows инструментами допустим get windows features и так далее вы ее install windows features вы ее не поставили просто там нет сборки в этом если она есть ее можно там некоторые удалить доинсталлировать но добавить уже не получится и и и и и и и и и в принципе пока он создается давайте я наверно чтобы опять же сэкономить время я создам виртуальную машину дам ей название назову ее допустим vm 1 и 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 Диск, так как я его создаю только, и у меня его нет, я его подключу потом. Выбираю последний пункт, добавить его позже. Посмотрим. Так, ну процесс завершен. Можем посмотреть на то, что получилось в результате. В папочке нано-сервер, которую мы используем для хранения, вот он появился в HD файл. Размер его чуть меньше, чем 600 мегабайт. Что я делаю? Я просто беру банальный и копирую вот сюда. Используя настройку, я подключаю. Указываю место расположения. И прямо могу сразу запустить. И мы заодно увидим процесс загрузки. Загружается достаточно быстро. Первый старт, он всегда медленный. Ну, за счет того, что опять же там инициализация идет. Вот так вот будет выглядеть консоль для входа. По большому, ну, очень лаконично, ничего тут нету. Сразу хочу сказать, что никаких действий, ну или почти никаких действий с консоли сделать нельзя. Вот, это очень-очень ограниченный функционал. Очень ограниченный. Сейчас он запустится. Вот, опять же, пока здесь будет стартовать система. Вот она. Давайте я тоже, чтобы сэкономить время, и мы не смотрели на, опять же, этот вот прогресс бар. Я создам вторую машину с теми же самыми настройками, только IP-адрес другой. Ну и, соответственно, я подключаю другой блок файлов. Пароль будет аналогичный. Процесс запущен. Ну, а мы тем временем с вами давайте немножечко познакомимся с тем, что здесь есть. Пароль администратор. Вернее, учетная запись администратор. Пароль паспорт. Домен аддатум. Я сразу указываю домен, машина уже в домене. Просто нажимаю Enter. Видно, что машина называется SVR1. Название получено в процессе сформирования. Домен аддатум. По большому счету, посмотрите, какой у нас есть набор действий. Это нетворкинг. Но здесь беда в том, что по большому счету мы ничего сделать не можем. Вот все, что у нас есть, это возможность задать, нажав F11, IP адрес. Либо включить режим DHCP. Можно нажать F4 и включить DHCP режим. Ctrl F6, restart, shutdown, стандартный минимальный набор. Inbound firewall rules и outbound. С фаервольными правилами здесь ситуация такая. Вы можете их включить или выключить, но создать свое у вас возможности такой здесь нет. По большому счету здесь все это ограничено. То же самое с исходящими. WinRM компонента. Компонента WinRM тоже настройки здесь не имеет. Нужна она только для того, чтобы сбросить в дефолтное состояние настройку работы WinRM на этой машине. Если вдруг в процессе удаленного управления вы что-то накрутили политиками, фаервольными правилами, что привело к неправильной настройке, что привело к тому, что вы отключились. А еще раз. Управлять здесь возможности нет. Здесь нет командной строки. В нано-сервере нет командной строки. Если вы захотите что-то сделать, возможности у вас такой нет. Так вот этот пункт последний, он сделан для того, чтобы сбросить все в дефолтное состояние, и у вас была возможность, как будто бы вы только-только поставили, еще раз подключиться. Давайте посмотрим, как эта система, допустим, перезагружается. Вот Ctrl-A6. Виростарт. За счет минимального набора компонентов, ну по сути там ядро, плюс тот набор ролей, которые вы указали. Все, больше там ничего нет. Формируется вторая машина. Сейчас я в рамках, опять же, Hyper-V менеджера создам еще одну виртуалочку. VM2. Мы, естественно, будем управлять этими машинами исключительно дистанционно. Как и в случае с первой машиной, я диск не подключаю, он у меня будет потом подключен. Так, смотрим. Ну, пока идет процесс формирования. Несколько тоже моментов, связанных с тем, как ситуация сейчас, она имеется в отношении нано-сервера. Значит, первое, на что обратить хотел бы внимание, и, возможно, это для многих будет важно, пока на настоящий момент управлять нано-сервером при помощи групповых политик нельзя. То есть там нету возможности, вот именно используя этот инструмент удаленного управления, как-то воздействовать на нано-сервер. Более того, вот могу, опять же, сказать, что в предыдущей Technical Preview 4, я сейчас просто даже подключусь покажу, еще не было компоненты, которое позволяло бы вашему нано-серверу, используя iSCSI технологии, подключаться к внешнему хранилищу. В пятом Technical Preview уже функционал такой появился, то есть можно использовать командлеты для iSCSI и подключаться к iSCSI лунам на вашем хранилище уже удаленно. Раньше, ну, раньше, в предыдущей сборке этого не было. Так, подключаем диск, прежде его скопируем, давайте. Надо сервер, вот второй файлик появился, что удивительно с другим размером. Так, копируем его сюда, прям в корень. Так, берем настроечки. Подключаем этот диск. Я буду еще много дисков подключать, потому что для создания кластера нам понадобятся, называемые Shared Disks, общие диски. Так же, все это покажу. Запускаем. Тоже смотрим, что успешно загрузилось. Сейчас надо перезагрузиться еще раз. Там просто процесс присоединения к домену и переименования машины. Проверяем, что все работает. Домена datum. Выходим. Ну и, собственно, естественно, сразу возникает вопрос, как этим управлять. Раз в консоли никакого набора инструментов мы не видим, возможности никакой нет. Первое, конечно, что приходит на ум, это командная строка. Вы можете воспользоваться командной строкой, но я могу даже... ComputerName, например, SWR1. EnterpriseSession, ComputerName, SWR1. Подключается, мы видим, изменился контекст ввода, подключились к первому серверу. Ну и, собственно, вот здесь вот мы будем видеть с вами ограниченный, подчеркиваю, набор модулей. Ну и, собственно, в целом список командлетов. Тем, кто привык работать с PowerShell, ну, нужно понимать, что не все командлеты вы там увидите. Набор ограниченный. Как и, собственно, роли. Вот, тоже можете, если... GetWindows. Fitchers. А, все. Здесь я нету. По понятной причине. C++ Session. GetWindows.Fitcher.com. ComputerName, SWR1. Вот он сейчас вам покажет, какие есть компоненты. А мы видим их немного. Их действительно немного. Ну, собственно, вот. File and Storage Services. FILEOVER Clustering. Ну и небольшой набор дополнителей. Все, что есть на сервере. Ну, опять же, тут вы можете поступать как угодно. Можно создать отдельную, допустим, серверную группу. Назвать ее NanoServers. Или там Hyper-V NanoServers. И в эту группу добавить наши сервера. Подключиться к ним. И удаленно шлять действие. Вот. Можно добавлять компоненты. Опять же, список небольшой. Ну, к примеру, можно поставить файловый сервер. Дата дубликейшена. И сказать, target сервер. Ну и FILEOVER Clustering уже стоит. Multipass, Storage Rep, река, но это нам пока не нужно. То есть у нас помимо командной строки есть еще и возможность использовать графическую оболочку. Ну, для многих, наверное, более привычную. Более комфортную. То же самое можно сделать и не все доступно из графики. Ну, в силу, опять же, того, что ограничен функционал на самом сервере. Не все компоненты присутствуют. Если, допустим, перезагрузить его дистанционно никакие проблемы не составляет, то, допустим, вызвать компьютер менеджмент и управлять, ну или попробовать управлять удаленно, то вот здесь вот могут у вас возникнуть сложности. То есть не все может работать. И так далее. Ну, собственно, цель у нас пока другая. Мы с вами на базе этих двух серверов. Там стоит компонент и ловер-кластеринг. Сейчас построим кластер. Для того, чтобы управлять кластером дистанционно, я на контроле рядомена, ну а в реальной жизни по понятной причине лучше на какой-то другой машине, я поставлю компоненты управления кластером. Для этого в рамках сервера я соответствующие элементы управления установлю. Еще раз подчеркиваю, не сам. филлевер-кластеринг, а именно компоненты управления. Из-за набора ремот-сервер администрейшн-тулс. Для того, чтобы кластер был полноценным, нам нужно, ну, если мы опять же возьмем аналогию с реальной жизнью, мы используем внешние хранилища, это может быть файбер-ченел, это может быть айскази, это может быть общая сэс-корзина, вы подключаете ко всем участникам совместно используемые дисковые массивы. В рамках Hyper-V вы можете использовать, опять же, классические айскази, можете использовать файбер-ченел, но я воспользуюсь более простым инструментом, таким как общие диски, shared disks. Для того, чтобы у нас с вами беспроблемно собрался кластер. Каким образом я поступаю? Я в рамках каждой виртуальной машины добавляю shared drive. Создаю этот диск. Кстати, это новая компонента, новая возможность, ее раньше тоже не было. Это HD-set. Собственно, здесь об этом и пишут, что ниже, чем 10-й Windows. Динамически расширяемый диск. Опять же, на практике вы не обязательно должны именно так поступать. Подчеркиваю, это один из вариантов. Просто в нашем случае так проще. Сложу их в отдельную папочку на диске C. Размер сейчас не принципиален. Предлагается 27 гигабайт. Пусть, собственно, так и будет. Добавляю еще один диск. Я добавлю два диска. Один из дисков будет использован для того, чтобы быть свидетелем при организации кластерна. Использовать будет соответственно формная модель с общим диском. А второй диск у нас будет задействован для того, чтобы, собственно, быть непосредственно хранилищем для файловых ресурсов, для файлового сервера. Для того, чтобы работал кластер, можно диск сделать гораздо скромнее по размеру. Там одного гигабайта вполне достаточно на практике. назову диск 2. Сейчас еще один тоже элемент покажу по поводу общих дисков, чтобы это пока... Так, ну давайте, чтобы отличать, давайте сделаем два гигабайта. Смотрите, вот я нажал Apply, и у меня никаких ошибок не появилось. Дело в том, что общие диски могут храниться, и вы можете их располагать, только если у вас в качестве хранилища используется кластерное хранилище. Это может быть, ну допустим, файловая папка, но эта файловая папка является кластеризируемым ресурсом. Либо вы эти самые диски совместно используемые располагаете на так называемом все свитоми. То есть, если у вас есть задача использовать совместно общие диски, у вас либо такой сценарий, либо такой. Но для тестовой среды Microsoft допускает возможность хранения совместно используемых файлов вот этих вот на одном компьютере. Что, конечно, с точки зрения практического применения вообще лишено смысла. потому что выйдет из строя этот компьютер, на котором все это располагается, и все ваши совместно используемые заведомо высокодоступные диски, какие должны быть, они все будут недоступны. Для этого используется специальный, давайте я вам покажу, ну как, он, конечно, штатно предусмотрен, но не рекомендуемый, исключительно для исключительно для тестов, для изучения. На сервере нужно поставить компоненту филовер-кластеринг и выполнить вот такую вот команду. указать в качестве здесь диска, где вы хотите, чтобы эти совместно используемые HDX файлы располагались. Ну, собственно, вся эта информация есть на сайте Microsoft, тут ничего секретного нету. пока вы это не запустите, у вас будет ошибка, вы не сможете диск совместно использовать и добавить его. На втором сервере выполняет то же самое действие, но так как файлы уже созданы, я просто добавляю их в SharedDrives. Shared, Shared, Shared. И еще один. Опять же, понятно, что в реальной жизни у вас будет столько дисков, сколько вам нужно для работы. Управлять дисками, создавать разделы, форматировать, формировать файловую систему вы можете при помощи командной строки или же при помощи графической оболочки. Для этого достаточно после добавления дисков зайти сюда и увидеть, что у нас с вами появились два новых диска. 127 гигабайт и два. Первое, что мы делаем, мы их переводим в режим онлайн. инициализируем. Я думаю, эту операцию многие из вас сделали неоднократно. И при эксплуатации, и на курсах. И формируем раздел. Обратите внимание, он по умолчанию предлагает рефс. Я буду использовать нтфс. Дадим диск 1. Рефс в принципе, ну, понятно, Microsoft предложила нам эту файловую систему достаточно давно, но так как в том виде, в котором нам изначально предложили, она мало что могла, было очень много ограничений, оговорок, она постоянно развивается, и вот в настоящий момент рефс для виртуализации дает достаточно хорошие плюсы и бонусы. Я о них говорил уже на предыдущих семинарах о ускорении файловых операций при работе с hd-файлами hdx. созданы. Ну и собственно сам процесс создания кластера. Для многих тех, кто делал уже кластер, я думаю, тут достаточно будут много хорошо узнаваемых вещей. Выбираю пункт создания кластера в качестве потенциальных участников выбираем два сервера. Традиционно нам предлагают валидацию сделать тест. Давайте, наверное, сделаем. Чуть-чуть потратим время, но пусть это будет. Посмотрим на то, что у нас получилось. В идеале, конечно, хотелось бы видеть абсолютно все в зеленом статусе. Самое главное, чтобы не было ошибок, именно ошибок. Предупреждения, в принципе, они, конечно, не очень такой приятный момент, но кластер собрать можно. А вот когда будут ошибки, то будут уже проблемы. у меня была мысль, конечно, показать вам, как все это сделать на отдельном хосте в виде хайпер-вю узла, но в силу того, что нет возможности на экране это показать, потому как загрузка будет на другом компьютере, и эту консоль я просто не покажу, а для тех, кто занимается дистанционно, это, соответственно, проблемно. Ну, я надеюсь, в будущем что-нибудь придумаем, попробуем совместить, допустим, альтернативные технологии виртуализации и хайпер-вю показать в нано-реализации. Если говорить кратко о том, к чему Microsoft стремится, кто знает, у VMware есть продукт ESXi-сервер, очень маленький дистрибутик для виртуализации. Microsoft в принципе идет к тому, чтобы предложить похожий функционал, то есть ядро, компоненты виртуализации, ничего лишнего, маленькая-маленькая машина. Более того, пока здесь формируется, я покажу, здесь есть в качестве ключика, давайте тоже так вот сделаем, дело в том, что может быть реализована так называемая бездисковая станция. Здесь есть специальный ключ, сейчас я вам даже покажу, RAM диск бут, вот он. То есть он может загружаться по сети и работать без диска. Посмотрим, что у нас там получилось. Ну, собственно, готово, можем посмотреть отчет, а не посмотрим мы отчет, Edge любимый, сейчас мы его чуть-чуть приструним, секунду, так, сейчас мы эксплуору сделаем дефолтным браузером, просто по умолчанию загружается, а он не хочет работать под обмене. под обмен. Но, опять же, ваша ситуация, это не обязательно, что вы именно так будете делать, это исключительно вот в этой демонстрации. еще раз смотрим. Видим, что у нас есть предупреждение по сети. Вот он, Validate IP Configuration. Про скроллев можем прочитать, что ему не понравилось. Это предупреждение. Ну, а не понравилось ему то, что там нету прописанного шлюза по умолчанию. На адаптере не указан шлюз по умолчанию. И на первом узле, и на втором узле. Вот что ему не понравилось. Ну и процесс создания пластера. Так, давайте мы его назовем просто FS по серверу. Дадим IP-адрес, пусть будет 15-й IP-адрес. Продолжение следует... Посмотрим, что диски у нас подключились. Что один из них является свидетелем. Напомню, что по умолчанию свидетелем выбирается тот диск, который имеет минимальный размер. Ну, меньший из доступных. Диск с минимальным объемом, и он выбирается в качестве свидетеля. Второй диск я добавляю в качестве ClusterSharedVolume. ClusterSharedVolume. И, собственно, формирую роль ScaleOutFileServer. Файловый сервер. ScaleOutFileServer. Даем название, ну, пусть он будет ClusterSharedVolume.com Ну, и, собственно, следующее действие это создание файловых шаров. Ну, это стандартно нужно подождать, пока зарегистрируется DNS и пропишется. Сейчас. запись появилась. Вот они записи по серверам. Сейчас я из кэш почищу. Из командной строки. Надеюсь, это ему поможет ускориться. Да. Ну, можно просто подождать. Оно, конечно, само пофиксится, но можно его простимулировать. Вот так вот. Ну, и можно создать файловый шар. Назвать ее как-нибудь. Давайте допустим Share1. Непрерывная доступность Continuous Evil Ability. Доступность кэширования. Ну, для нас с вами важно себя, чтобы это все сформировалось и мы могли к этой файловой шаре подключиться, ну, к примеру, с контроллером. Татсервер. Share1. Мы можем здесь создать файлики. Папочки. Ну, давайте мы его немножечко помучим в плане того, что, во-первых, посмотрим, кто владелец. Вот. И попробуем тот сервер, который сейчас является активным, мы его сейчас неожиданно уроним для кластера, неожиданно, естественно. Вот. Для того, чтобы у нас была задача по непрерывному задействованию этого сервера, я, ну, собственно, недолго думая, взял дистрибутив 16-го сервера и буду его копировать на этот файловый ресурс. При этом я воспользуюсь консолью и первый сервер, который у нас является активным, просто выключу. PowerOffs делаем. То есть не классическое выключение, а просто как будто бы вы питание вытернули. Ну и посмотрим, что в результате получилось у нас. Видим, что замерла процедура копирования. Для нас с вами важно, чтобы этот процесс не прервался, а продолжился. Все, процесс пошел дальше. То есть обрыва не было. Можно посмотреть, что в кластере ситуация поменялась. Тут надо обновить, конечно. И потом мы можем опять же этот сервер включить. Как я уже говорил, грузится очень быстро. Вот владелец теперь второй сервер. Можем посмотреть, что узлы оба в статусе Up работают. Естественно, этот файловый сервер может стоять и не обязательно в качестве виртуальной машины, а может стоять на хосте. То есть пользоваться ресурсами всего сервера. Сам при этом потребляя крайне мало ресурсов. Можно традиционный файловый сервер сделать, но у меня уже дисков просто нет под него. Но я напомню, что есть возможность по-прежнему использовать так называемый General Use обычный файловый сервер. Низкий лавок масштабируемый, высоконагруженный, но я классический. Ну, вот такую небольшую демонстрацию я и хотел показать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok